короче у меня тут соседняя дверь прям дрочильная бля и массажный салон интересно но это из прикольных моментов короче сейчас темнеет уже рано а вот летом вообще интересно типа мы пока тут перед тренировкой там собираемся пояса завязываем общаемся тренировка там условно 8 начинается где-то в половину уже народ подтягивается в окошко смотрим уже всех этих девчонок в лицо знаем такая у этой вчера не было это видимо в отпуске было это новенькая какая-то перед пересчитал проституток такой ну ладно все можно начинать тренироваться но там широкий спектр услуг но мы ни разу не были все стесняемся все стесняемся но они кстати у нас тоже ни разу не были доброе утро что нового там у них что нового здесь у нас это юзости на божж фрикс на самом живучем из всех божж пабликов и на самом работоспособном и всех живущих и знаете новостей опять накопилось крэйг джонс заявил что самбо миф и его не существует за это его в титрах назвали тренером по самбо в команде волкановского а его утверждение вызвало серьезные споры около научные философские филологические дебаты с брызганием слюной практически во всех специализированных российских чатиках и группках как то так на российский аналог чемпионата мира по джиу-джитсу не пускают девочек а мальчиком в смысле мужчинам в две категории предлагают зарегистрироваться за половину среднестатистической зарплаты в россии в нью-джерси и 10 уикенд прошел они ки раян не прошел первый этап отбора на и 10 си world 2024 евгений чехов задумался о создании групп бжж продленки для соседок из соседней проститутошной и еще много интересных новостей которые я частично детализирую в этом выпуске но для начала выскажу слова благодарности партнерам этого выпуска джиусейл ребята здорово спасают бюджеты огромной части российского божж сообщества предлагая экипировку ги и рашгарды вполне себе нормального качества при этом удерживая вполне себе вменяемые цены бомбовые эй-десяти выходные прошли в течение трех дней в нью-джерси для начала в пятницу размялись любителей на эй-десяти нью-джерси опен это для тех кто просто хотел рубануться по правилам эй-десяти набить себе немного опыта по данному своду правил а в субботу и воскресенье нас радовал эй-десяти из кост-трайлс который собрал максимально амбициозных атлетов полных сил и неудержимого желания претендовать на титул чемпиона эй-десяти уолт который состоится в 2024 году примечательно что эй-десяти из кост-трайлс один из самых тяжелых отборочных этапов на эй-десяти уолтс конкуренция в каждом дивизионе настолько высока что претенденту на финал приходится бороться по 6 9 матчей в сет и только один победитель из каждого дивизиона правомерно попадает списке участников чемпионата мира эти испытания примечательны своими максимально агрессивными зарубами тут парням нужно проявить максимум атлетичности техничности и выносливости ибо большие ставки на кону и добраться до финала в американских триалах куда сложнее нежели в азиатских или европейских но во первых концентрация топовых грэпплеров с сша зашкаливает это про качество и в каждой категории мужчинам до финала приходилось отбороться по 6 10 схваток это про количество как и положено и 10 испытанием здесь были и удивительные апсеты и феноменальные триумфы и неожиданные выстрелы молодых еще неизвестных нам имен ну или известных недостаточно хорошо лучшие и самые захватывающие матчи мы уже публикуем на страничке бэжи фрикс вконтакте а сейчас про результаты джейкоб коуч ошеломил публику своим успехом и золотым финалом на пути к золоту он закончил с обмешанными все семь схваток весовой категории до 88 килограммов под замес попали и два ветерана и диссиси джей родригес и элдер эль монстро круз именно победа над крузом была особенно значимой для коуча до этого финала их личный счет составлял 30 пользу эль монстро и хилл хук в финале от коуча это первая и самая громкая победа в его карьере над данным соперником ранее коуч уже был списках запасных игроков на чемпионате мира и дисси 2022 года но его так не пригласили к участию теперь он заслужил свое право участвовать в предстоящем чемпионате мира назначенный на 2024 год весовой категории до 77 килограммов элайджи до оси в акс гладил шоу победив финале самого ники райана которого пророчили в качестве номера один в этом весе на решение судей повлиял поздний тейкдаун которым дорси вырвал победу у трех красного и 10 ветеранов а между тем райан шел к финалу более чем уверенно засамитив шестерых своих соперников но финале удача отвернулась от него дорси и ранее был известен но как атлет подающий надежды в борьбе в ги теперь он твердо вписал свое имя в число лучших игроков ноуги большой дэн моносоу из new wave также провел один из самых впечатляющих стартов своей молодой карьере завоевав золотую медаль в весовой категории 99 плюс аккурат на свой 22 день рождения 5 соперников 5 схваток досрочно и это его вторая победа на и 10 триалах за последние два года ждем его на чемпионате мира пол ордила также вернется в и 10 и в пятый раз после завоевания своего четвертого титула на соревнованиях adc trials категории 99 килограммов свои 32 года ордила был пожалуй самым возрастным участником в своей категории а вот дориан оливарес стал самым молодым спортсменом выигравшим путевку на и 10 2024 года одолев всех своей весовой категории 66 килограммов и это ему всего 17 лет оливарес который тренируется в основном своем гараже является чемпионом штата по рестлингу на уровне средней школы стыдно сказать но парень выглядит как будто бы он не тренируется в гараже а где-то там дерется за гаражами а иногда еще подбухивает но во всяком случае такая у меня ассоциация по аналогии с теми ребятами которые живут у меня на районе и подбухивают 17 лет но на этих испытаниях он продемонстрировал жесткий и всесторонне развитый грэплинг оливарес на пути к золоту низверг двух ветеранов эдисиси джанни гриппу в четвертьфинале и итана клеренстена в полуфинале три женщины также выиграли золото на прошедшем эдисиси из кофт-трайлз но не пробили себе путевку на чемпионат мира в 2024 году они получили бесплатный вход на испытание эдисиси на западном побережье который состоится в марте 2024 года и там у них будет возможность побороться за место в чемпионском карте кстати в женских категориях тоже было достаточно неожиданностей алекс энрикес дошла или дошло до финала где одержала победу судейским решением над потенциальным лидером категории жасмин роша на удивление публики кстати морган блэк удивила публику когда в финале весовой категории до 65 килограммов обыграла феноменальную юную спортсменку хелена клевор фанаты данныхера расстроились хелена тоже жестко обломалась хоть и пыталась не подавать виду ветеран эдисиси аманда леве 265 килограммов на классе победила всех четырех своих соперниц суммарно за 6 минут и 4 секунды и в финале исполнила садмишин за минуту 18 секунд еще раз напоминаю что лучшие матчи мы порционно выкладываем в группе бажер фрикс вконтакте а также следим за дальнейшими развитиями в отборе на эдисиси 2024 и разумеется сделаем все чтобы наши подписчики смогли посмотреть это шоу бесплатно кстати дата следующего чемпионата мира эдисиси уолл чемпионшип который проводится раз два года уже известно и сие грандиозное событие произойдет в лас-вегасе 17 и 18 августа будем посмотреть и разумеется мы сделаем все чтобы наши подписчики смогли посмотреть это шоу бесплатно вообще эдисиси офигенный формат борешься под музыку борешься в чем хочешь вообще не заморачиваясь над экипировкой хоть приходи в пляжных шортах и растянутой футболки возможно и проблемы с ценами на экипировку в россии тоже влияют на то что формат эдисиси становится все более и более популярен у нас стране но не паримся друзья в джиусейл можно найти достаточно экономный вариант экипировки и для других форматов грэплинга и джиу-джитсу ну просто имейте ввиду подпишитесь на их соцсети и следите за поступлением новинок и информации об акциях на 11 ноября мухаммад курбанов подготовил очередное шоу для поклонников грэплинга международное гран-при 10 весе 77 килограммов претенденты как всегда отобраны качественно джарбаев мухаммад первый номер сборной россии по грэплингу и дабы 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 чемпион мира гасратов рамазан мастер спорта международного класса чемпион мира по грэплингу и дабы дабы газиев газимагомед молодой проспект победитель прошлого турнира 10 весовой категории 77 килограммов и поэтому является обязательным участником предстоящего гран-при ислам мамилов первый номер в этой весовой категории в казахстане черный пояс по бразильскому джиу-джитсу рустам кемрюгов черный пояс по бжж и опытнейший спортсмен адельхан валиев дважды одерживал победы на турнирах 10 весовой категории 77 килограммов и тем самым заслужил свое право участвовать гран-при рустам хадис гаджиев чемпион мира по джиу-джитсу ну в смысле и себе джей джей боец смешанных единоборств и он выходит на заме душа мид хану магомедову андрей карузин черный пояс по бжж призер чемпионата россии мастер спорта россии собственно о том как он оказался в этом списке они же говорят присылайте анкеты присылайте анкеты мы посмотрим вот и я например взял на 10 до заполнил такую постную анкету такую там ну там он там в этом выиграл там в этом финалист кубка там ну там по написал черный пояс по бжж все это написал потом думаю да не но это как но нет таких анкет 20 какой 20 40 пришлют ты видишь состав там а потом такую думаю так у них супер схватки был ваня тельнов ну и взял и прицепил ссылку как схватка в абсолютке на фса ваня тельнову с андреем все это вот здесь же не было никого кубка и никакой медали условно не было правильно но видишь а возвращаемся к тому что и это может сыграть я думаю сыграл в общем это стоит посмотреть а еще лучше увидеть своими глазами зарегистрировавшись и приехав на турнир в город каспийск который пройдет 11 12 ноября до помимо гран-при там пройдет двухдневный четкий грэплинг турнир так что и самому можно выступить и гран-при живьем посмотреть но реально айкидо в действии сейчас вы можете наблюдать как великий профессор винчи у него и прочих смертельных единоборств разминается без применения насилия буквально не не даже не дышит на нас настолько экономит энергию алексей владимирович с любовью смотрит на малыша садится сверху оба проход жопой дедит демонстрация так а теперь не не низ твоя колена то топчет молодого реванш между прочим 50 килограмм ненависти оказывается еще что-то может но он не знает что я с мишей договорился горе миша надо поддаться все было заранее продумано говорю приедет старый черный поезд ты его узнаешь за ним будет шлейф песка ты его узнаешь и ему надо будет мощно поддаться чтобы настроение старому не портить миха давай как договаривались так мы и договаривались отлично субботу мы благополучно потратили смотавшись на день борьбы и на день рождения в гости к евгению чехова а мой день рождения апреля ну разумеется это был день рождения клуба прайм джиу-джитсу который в субботу отметил год своего существования открыть клуб в этот период было серьезной задачкой но кажется евгений с ней справляется традиционно буквально в стиле газеты советский спорт мы задали евгению несколько вопросиков на тему поставленных целей и достигнутых результатов слушай успехом наверное это сложно назвать это такой рост то есть рост есть он виден и он конечно не такой быстрый как хотелось бы но в целом те цели которые я видел ровно через год процентов наверное на 90 на 95 я до них добрался самое сложное тащить эту историю в одного братан в процессе откололся потому что ну тоже люди растут перерастают как-то своими делами начинают заниматься он меня страхует да ну типа конкретно моя история я там себе еще пару работ придумал и получается ну типа с работ на работу идешь массажный салон тяжеловато пересчитал проституток такой ну ладно все можно начинать тренироваться глаз замыливается возможно что-то в методике меняется я себе стал другие цели ставить изначально я хотел вот у меня там есть полка я хотел чтобы она была заставлена командными кубками а сейчас в целом да и срать мне на командные кубки я хочу типа чтобы все сюда приходили с удовольствием и они хотели ну типа вместе время проводить ну мы там еще много о чем говорили но об этом в наших других федерачах и сюжетах в общем праздник прошел на славу кто хотел побороться поборолся кто не хотел и пришел исключительно на тортик и шампанское благополучно отсиделся в сторонке короче самое мое большое негодование касаемо открытых ковров вот нахуя приходить и сидеть смотреть как борются все остальные ну ты же уже приехал ну отбористы этих санных там 10-15 я не знаю сколько схваток максимальный плюс джиу-джитсу в чем самое страшное что может случиться ты просто устанешь ну это не страшно многие за этим сюда идут с этим приходят вот посмотри пришли посмотреть на красивых мужчин ладно я там ну типа инвалид сегодня со стороны смотрю ты блять ты встал выходной день встал какие-то вещи собрал с собой приехал и сидишь блять встал отдохнул пропущу одну братан ты жизнь свою пропускаешь день рождения прошел в лучших традициях с улыбочками вкусно брендированным тортиком в кругу друзей и единомышленников с умеренным количеством праздничных напитков а сегодня тот самый день когда можно пить не только воду на ковре но и немножко шампанского прям джиу-джитсу один год и я пожалуй впервые поборолся в этом клубе несмотря на то что посещал его достаточно регулярно мы здесь вместе с женей провели кучу семинаров наши триалы по синим и по белым поясам есть версия что мы будем еще что-то продолжать делать и по синим и по белым по пурпурным ги и ноги и так далее Женя еще не знает но мы договоримся а он уже знает он вот он тебя все равно не слышно поэтому просто кивай хотя же микрофона нет о том что в этом зале мы уже много чего делали совместно с тобой еще много чего будем делать просто кивай ну а пока запишите себе в календарь ближайшее событие прайм джиу-джитсу семинар Стаса Варшавского по работе в хавгарде как кто-то писал в коментах к матчам Станислава Варшавского на недавнем AGP Евроконтиненталь лучшего хавгарда в России в общем освобождайте время и регистрируйтесь на семинар концепции защиты и атаки пока можно вписаться по льготной цене лишним не будет подробности смотрите в описании по белым поясам люди во первых не сильно быстро реагируют а во вторых сильно ссут а на сайте BGG School Online пополнение коллекции важных тем из серии это должен знать каждый особенно если вы планируете участвовать в соревнованиях или выигрывать на соревнованиях что такое гард пул? гард пул это падение на жопу когда вы в стойке падаете на жопу у вас появляется гард Михаил Панков представил свой новый видеокурс наука затягивания в гард 2.0 Крайне необходимый аспект джиу-джитсу которому уделяется удивительно мало времени на тренировках а между тем это первое с чего начинается каждая боже схватка независимо от того роллинг ли это на тренировке или принципиальное рубило на соревнованиях и кажется Михаил Панков первый кто посвятил этой теме семинарами какая идеальная стойка для гард пул как выбрать идеальный момент для гард пул что можно делать и чего делать нельзя категорически разные дистанции, разные гарды но глобально единые правила и формулы Смотрите я специально покрываю каждый этап упражнения для того чтобы вы его блять сделали не смешали его в кашу да там не превратили его в говно Михаил разбирает науку прохода в теории практических упражнениях в комментариях и в процессе исправления ошибок учеников Вам никто блять не сказал упираться ногами в таз в мозгу колени к себе стопы широко стопы у нас моют в потолок все на дугу ноги в яйца толкают ну блин в клуб фут фетиша этот видеокурс абсолютно точно должен быть в вашей коллекции как всегда простым языком и иногда матерным доходчиво толково логично прямая ссылка на получение доступа к видеокурсу будет в описании в общем на сегодня все кажется хватит занимайтесь джиу копите деньги на чемпионат мира уважайте друг друга и веселитесь на татами не пропускайте ближайшие турниры достойные внимания вся информация об оных находится в нашем паблике bgfx и легко находится по тегу bgf календарь собственно за сим на сегодня все ус и все такое